С любовью детям В социальном центре возвращения для будущих школьников была устроена веселая разминка перед новым учебным годом. Вместе с хорошо известными с детства сказочными героями «Незнайкой» кнопочкой ребята отгадывали загадки, собирали в школу большущий портфель и разминались на шуточном уроке физкультуры. А маленький Родион, который мечтал о школе все лето, согласился рассказать нам по секрету, что должно быть у первоклашки в портфеле. Кручки, тетрадки, карандаши. Я уже умею считать. Настоящим восторгом ребята встретили большущих кукол, которые пришли с подарками и устроили для ребят первую в жизни фотосессию. По такому случаю юная Аня пообещала стать отличницей. Я хочу учиться на пятерке. Нужно быть внимательной, хорошо слушать, все запоминать. Праздник был такой яркой вспышкой, но, наверное, очень неожиданным моментом для ребят была фотосессия. Ребята буквально светились, они представили себя сказочными артистами, настоящими героями. Было видно, что у ребят это впервые и очень понравилось. Они на самом деле настоящие артисты. Такие праздники – отличная возможность для будущих учеников познакомиться и понять, что в школу можно ходить с хорошим настроением и учиться без проблем. Самое главное – это, наверное, быть искренними. И когда дети видят, что мы к ним с любовью и с улыбками приходим, то и они нам отвечают в ответ улыбкой своей. Когда они радуются, смотрят на тебя сияющими глазами, когда они хлопают, улыбаются, смеются и просят контакта, то есть им всем хочется обняться, поцеловаться, быть вместе, быть всем счастливыми, довольными. А главной наградой для организаторов праздника стали детские улыбки и их отличное настроение в начале учебного года. Далее по расписанию в нашей программе уроки физики и химии. И даже тем, кто не любит эти уроки в школе, наше научное шоу обязательно понравится. Но чем, скажите, не отличная идея устроить наш волшебный урок на свежем воздухе? Заметим, что эти ребята пошли в сентябре в разные классы. Дело в том, что все они приехали к нам из Донецкой области Украины. Как сложится их жизнь дальше, пока никто не знает. Но нам было достаточно того, что ребята улыбались и были в хорошем настроении, с удовольствием общаясь с веселым учителем. А он вдруг начал показывать научные эксперименты. А затем некоторые из юных зрителей смогли попробовать себя в роли его способных учеников. Одним из самых активных участников шоу стал Володя, который в этом году пошел в шестой класс. А потому был в курсе некоторых секретиков. Когда он огонь в руке держал, так поджигал пену. Некоторые в школе нас учили по физике, а в основном догадывался. Пытаюсь в школе тоже быть позитивным на всех уроках. Ребята смеялись на перебой, весело экспериментируя. А для взрослых, родителей и организаторов праздника, главным было их отличное настроение и позитивный настрой. А еще внутренняя уверенность, что все этих ребят будет хорошо. Мне кажется, что дети быстро привыкают к смене обстановки. Они, мне показалось, ничем не отличаются от тех детей, которые живут в нашем городе. Самые обычные, самые нормальные, самые адекватные дети, с которыми нам приходилось работать. Потому что, несмотря на все эти политические события, это все равно остаются дети. Мне лично нравится вот эта искренность, с которой они реагируют на все, с которой они принимают участие, высказывают свои самые, казалось бы, дикие, нелепые предположения. Но они это делают свободно. Если вот вызывается желание поучаствовать, присоединиться, приобщиться к этому процессу, то это знак о том, что все пойдет хорошо. Напоминаем, что наш проект открыт для всех желающих. Так, в следующем выпуске вас ждет рассказ о незабываемом приключении ребят из второго детского дома на Тарзанке в парке Задор. Можете еще успеть с нами. Информация о проекте в газете «Родной город». Видеоверсию передачи смотрите на сайте tvsar.ru и по средам 8.15 на канале ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин